Главной темой минувшей недели был передел российской автомобильной промышленности. К остановившимся заводам присматриваются покупатели из Казахстана, Австрии и Китая. И это хороший признак. Автопром переформатируется, но будет жить. Тем более, что низшая точка кризиса, если не пройдена, то уже близка. По выкладкам Росстата, в целом по стране промышленное производство за первое полугодие выросло на 2% от первой половины прошлого года. Но Автопром по-прежнему в отчаянном положении, как никакая другая отрасль. По сравнению с маем, когда стояло вообще всё, производство легковых автомобилей в июне выросло в 3,5 раза. Но это всё равно крохи от прошлогоднего объёма. За полгода российский Автопром не выдал и 300 тысяч автомобилей, на 62% меньше, чем в 2021 году. При этом производство грузовиков снизилось лишь на 1,5. И с учётом Комтранса получается, что весь Автопром в целом за 6 месяцев упал на 40%. И если АвтоВАЗ из ямы выбирается своими силами, возобновляя выпуск Нивы и Ларгуса, то все остальные сегменты рынка, похоже, займут китайские бренды, с которых мы и начнём этот выпуск. Чанань отправил российским дилерам партию кроссоверов Юникей. Это флагман китайской марки, который выделяется неординарным дизайном и богатым оснащением. По формату модель напоминает Nissan Murano и Lexus RX. К нам приедет двухлитровая машина, оснащённая восьми диапазонным автоматом i-Syn. В начальной версии привод может быть строго передним, хотя старшие комплектации оснащаются трансмиссией 4х4. В базовое исполнение включены обивка сидений кожей Nappa, электропривод водительского кресла, двухзонный климат-контроль. За всё это великолепие будут просить чуть больше 3 миллионов 200 тысяч рублей. Так что основным конкурентом Чананю, очевидно, станет Джили Тугелло. Она на треть миллиона дороже, но бренд Джили успел заслужить большее уважение со стороны россиян. Кстати, автомобили Чанань в короткое время выпускали на липецком заводе Мотор Инвест. А сейчас здесь обосновалась новорождённая марка Evolute, под которой планируется делать локализованные китайские электромобили. Предполагалось, что среди первых моделей окажется паркетник Free, на который россияне навесят собственный шильдик. Однако материнский концерн Дунфэн вдруг заявил, что Free выходит на российский рынок под исходной маркой Voya, а не Evolute. И первая мысль по этому поводу. Неужели между компаньонами случился разлад? А ведь Минпромторг, недавно представляя госпрограмму льготного кредитования, пообещал, что запуск серийных Evolute назначен на грядущий сентябрь, не назвав, впрочем, порядок дебюта моделей. Но напомнил, что липецкие электромобили можно будет купить с господдержкой. Это минус 35% от цены, но не более 925 тысяч рублей. Ни Evolute, ни Дунфэн не комментируют актуальный статус совместного проекта. Зато поднебесный производитель пообещал, что 700-сильный кроссовер Voya Free будет стоить сильно дешевле остальных электричек, а конкретно около 3 миллионов рублей. Для справки, на своей родине модель Voya, или Lantoo, как эту марку называют китайцы, стоит порядка 350 тысяч юаней. Учитывая актуальный курс, выходит, что доставка, растаможка и сертификация окажутся для наших соотечественников бесплатными. Ну а пока Дунфэновцы запрягают и валютовцы молчат, свой бизнес делают серые дилеры. Купить полноприводный Voya Free, пригнанный из Поднебесной, продавцы нынче предлагают за 4 миллиона 300 тысяч рублей. И любители экзотики берут. АвтоВАЗ возобновил выпуск классической Нивы Ледженд еще 13 июля, а теперь объявил рестарт продаж. На конвейер вернулась только базовая трехдверка, притом в единственные упрощенные комплектации Classic образца 22-го модельного года. Внедорожник лишился единственной боковой подушки, антиблокировочной системы и блока Aero Glonass. По документам двигатель отвечает нормам Евро-2. Но, как говорят заводчане, в реальности мотор соответствует требованиям Евро-4. Правда, чтобы подтвердить это, требуется более длительная процедура сертификации. За такую Ниву дилерам марки Lada рекомендовано просить около 800 тысяч рублей. И это всего на 12 тысяч меньше, чем за полноценную версию Classic последних выпусков со всеми имевшимися системами безопасности. АвтоВАЗ вновь начал устанавливать кондиционер на Lada Grand. Прежде этой опции комплектовались сразу 80% выпускаемых Grand, а сейчас Condi стали предлагать для упрощенной комплектации Classic. За систему корейского происхождения придется доплатить аж 67 600 рублей, то есть почти 10% от базовой цены. Она доступна для седана, лифтбека и приподнятого универсала Grand Cross. Для справки, до кризиса кондиционер стоил вдвое дешевле. Между тем, как поведали телеканалу АвтоПлюс представители ВАЗовского профсоюза, в Тольятти откажутся от неполной рабочей недели. Так, с 15 августа линии Гранты и Нивы будут работать по пятидневному графику, а в конце месяца перейдут на шестидневку. В шестидневном ритме будет работать и сборочный конвейер B0, на котором возобновится сборка Ларгусов. Кстати, как уверяют источники, Ларгусы успели примерить антиблокировочную систему тормозов от китайской компании Тренова. Прежде ездовую электронику для этого семейства поставлял немецкий Бош. Казалось бы, марка Рено покинула Россию, не оставив россиянам никаких шансов на покупку своих моделей. Нет, формально АвтоВАЗ может выпускать Логаны, Сандеро и Дастеры. Но тогда автогиганту придётся платить французам роялти, что сделает затею не слишком прибыльной. А в условиях дефицита комплектующих вдобавок крайне рискованной. Напомним, что двухлитровые атмосферники и дизель Рено целиком поставлялись из Испании и Франции. Однако, как это бывало прежде, всем фанатам французского бренда на помощь готова прийти Белоруссия. К слову, нечто подобное мы наблюдали после русской весны 2014 года, когда наши западные соседи начали активно предлагать санкционку, поставляя на прилавки белорусские, разумеется в кавычках, креветки, хамон и пармезан. Итак, дилеры Рено прежде категорически отказывались продавать автомобили гражданам России, ссылаясь на запрет от представительства. Но теперь эти запреты сняты. Любой москвич, калужанин или смолянин может пересечь границу и в Минске, Витебске или Гродно приобрести ставшие дефицитными машины. Самый доступный вариант – это седан Logan Stepway, который реально приобрести за 1 миллион 370 тысяч российских рублей. За 2 миллиона или чуть больше можно присмотреть Duster, Captur или Arcanu. Logan будет Тольяттинской, а кроссоверы – московской сборки. Так что это лишь остатки старых запасов. Но самое любопытное предложение – это новенькие «Калеосы», прибывшие из Южной Кореи. Их отдают по 3,5 миллиона рублей. Страну завезена партия из полусотни хорошо упакованных машин, оборудованных 170-сильными 2,5-литровыми атмосферниками. Как только этот тираж будет распродан, в Белоруссию привезут новый. Как поведали телеканалу Автоплюс сами продавцы, если автомобиль будет приобретать россиянин, с него дополнительно возьмут 30 тысяч рублей, чтобы оформить электронный паспорт транспортного средства. С ним никаких проблем при постановке покупки на российский учёт не возникнет вообще. Напомним, что официальные поставки «Калеусов» в Россию прервались ещё летом 2020 года, перед очередным обновлением модели. А за последний полный год продаж — 19-й — российский рынок разобрал менее 700 машин. По какой схеме наши западные соседи получают сейчас южнокорейские «Калеусы» — не очень понятно. Действующее до декабря одобрение типа транспортного средства оформляла «Зао Рено Россия», прекратившая деятельность около месяца назад. Однако в списке представителей значится минский дилер «Рено». И нас прямо заверили, что речь не идёт о параллельном импорте. Автомобили действительно ввезены согласно действующему сертификату, которым располагает поставщик. Более того, минская фирма «Автопромсервис» — старейший дилер «Рено» в Беларуси — возобновляет свой статус независимого импортера, утраченный после перехода белорусского рынка под эгиду московского офиса. Помимо «Калеуса» в продаже уже есть семейство «Рено Мастер». А следующим шагом станут поставки других автомобилей европейской линейки. И тогда через «Синёкую» можно будет приобретать «Рено» и «Дачи», которые, впрочем, ещё предстоит сертифицировать. Ну а пока торопитесь купить, что имеется. Или наоборот, дождитесь дальнейшего развития событий. Российские заводы иностранных марок, похоже, вот-вот начнут массово обретать новых владельцев. Так, на заседании Российско-Китайского делового совета прибыла обширная делегация предпринимателей из Поднебесной, в состав которой вошли представители компании «Джили», которые активно интересовались судьбой конвейера, принадлежащего Солерсу. Предполагается, что после завершения переговоров «Поднебесный» производитель может занять автозавод холдинга во Владивостоке, где до недавнего времени собирались автомобили японской марки «Мазда». С этого конвейера сходили седаны «Мазда 6», а также кроссоверы «ЦX-5» и «ЦX-9». Однако февральские события, нарушение логистических цепочек и, как следствие, острый дефицит комплектующих вынудили японцев заморозить конвейер. Официально «Мазда» не собиралась сворачивать производство машин на Дальнем Востоке окончательно и бесповоротно. Но если японцы таки решат оставить сборочную площадку, то замена им, очевидно, уже найдена. Уточним, что сейчас «Джили» попадают на российский рынок из Белоруссии, где работает в Борисовке завод БелДжи, выпускающий Кулрэй и Атласы по полному циклу. Вторая площадка поможет усилить позиции бренда прежде всего на Востоке России. Помимо «Джили» активами «Сольверса» интересуется «Черри». Причём эту компанию интересует не только «Маздовский конвейер» во Владивостоке, но и завод «Сольверсфорд» в Елабуге, а в качестве контрактной сборки даже «Ульяновский автомобильный завод». И на всех трёх площадках представители «Черри» уже побывали. Вокруг московского завода, совсем недавно принадлежавшего компании «Рено», возник информационный вакуум. Хотя несколько недель назад здесь бушевал самый настоящий новостной шторм. Так чиновникам столичной мэрии сначала показали слайды, на которых демонстрировалась будущая линейка моделей, которая предстоит освоить заводу, сменившему название на «Москвич». На слайдах явственно просматривались машины китайской марки «Джак». «КамАЗ», готовивший презентацию, поспешно открестился от очевидных совпадений. Дескать, так вышло случайно. И вообще, в центре внимания должна быть перспективная электрическая платформа, которую «КамАЗ» разрабатывает самостоятельно. Похоже, что возрождение москвича решили совместить с проектом электрохэтчбека «Кама». На этом фоне громом прозвучали заявления представителя иранской диаспоры, который заявил, что столичный конвейер освоит некая ближневосточная марка. И «КамАЗ», и «Москвич» опровергли факт российско-иранских переговоров по данному вопросу. Однако, как стало известно телеканалу «Автоплюс», «Тегеран» действительно предложил свою модель. И это даже не автомобили холдинга «Иран Хадро», о которых мы рассказывали ранее. А это «Рено Логан» первого поколения. Иранская компания «Сайпа» благополучно национализировала его после ухода «Рено» с местного рынка и в 2020 году перезапустила своими силами под именем «Сайпа Рено» «Парстон Дар», то есть «Персидский гром». Слегка перелицованный седанчик по нынешним временам выглядит неказисто. Зато модель проста и надёжна. И будет совсем символично, если бывший завод «Рено России» вернётся к тому, с чего начинал – к «Логану» первого поколения. Хотя, повторим, это лишь предложение, которое российская сторона пока не приняла. «Фольксваген» намерен продать свой единственный российский завод, расположенный в Калуге, сообщают анонимные источники газеты «Ру». С 22 июля российское представительство «Фольксвагена» сменило гендиректора. На место управленца Яна Витте, назначенного месяцем ранее, заступил Герриц Шпенглер. Последний прежде занимал должность директора по персоналу. Кроме того, за последние недели предприятия успели посетить делегации из Казахстана, Австрии и нашего Минпромторга. Как предполагает издание, все эти события – звенья одной цепочки, название которой – предпродажная подготовка. Как рассказал телеканал «Автоплюс» собственный источник, одним из вариантов выхода немецкого концерна из российского бизнеса может стать передача всех активов австрийскому подразделению глобальной компании «Магна». В этом случае «Магна» сможет выпускать «Поло» и «Рапиды» под специально созданной маркой, а взамен отчислять «Фольксвагену Ройалти» – лицензионное вознаграждение. При таком раскладе автогигант продолжит получать доход, но сохранит лицо. Дескать, в Европе лифтбеки, созданные для российского рынка, не особенно известны. Поэтому «Фольксваген» и «Шкода» будут чистые перед европейской общественностью, требующие ухода из нашей страны, но сохранят возможность вернуться позже. Другая версия – в собственном интересе компании «Магна». Оказывается, «Хёнде» и «Кеа» вовсю готовили новые поколения «Соляриса» и «Рио». Притом сварку кузовов корейцы хотели доверить дочернему предприятию «Магны». В 1922 году «Магновцы» рассчитывали расширить свою производственную площадку в Санкт-Петербурге, а в 1923 – сварить первые кузова. В проект планировалось вложить около 5 миллиардов рублей. В таком аспекте приобретение весьма современного конвейера, где, среди прочего, имеются дорогостоящие, а теперь вдобавок ставшие санкционкой роботизированной линией и лазерная сварка, выглядит крайне привлекательной сделкой. Что касается визитёров из Казахстана, то газета.ру приводит мнение, что логичным вариантом для немецкого концерна будет договор с правительством республики. Это поможет возродить ставший банкротом завод «Азия Авто». В России можно делать кузова и моторы, а в Казахстане – собирать готовые автомобили. Правда, тогда серьёзной статьёй расходов станет логистика. Что касается остальных моделей марок «Фольксваген» и «Шкода», то в описанных сценариях им места нет. Очевидно, что переклеивание логотипа на Тигуане или Октавии не решит имиджевых проблем немецкого концерна. С другой стороны, сохранение «Калужского завода» фактически ради одной модели – единого в двух лицах Пола и Рапида – едва ли оправдано в долгосрочной перспективе. Редактор субтитров А.Семкин